Поэтому вот зимой я уже никуда не езжу отдыхать. Ну тут уже и спорт мы охватили, и увлечения. Да, что вам нравится из одежды? Что мне нравится из одежды? Я могу сказать, что я очень люблю, я полюбила очень немецкие марки. Причем это любовь не только в плане дизайна немецкого, хотя звучит, может быть, для многих удивительно немецкий дизайн одежды, но и просто любовь и уважение к ним, как вот... У них, в принципе, тоже все развитие получилось после 2008 года, поскольку раньше у немцев, конечно, был так называемый квадратиш-практиш-гут, то есть там во что-то такое женщину одевали, и это было вот, ну, не очень, скажем так. И потом, когда пошли страдающие итальянцы, ах, кризис, ах, мы там... Итальянцы же всегда делают две коллекции, у них идет весна-лето и осень-зима. И вот они такие страдалицы, все плохо, все, значит, там экономика, кризис в экономике, никто ничего не покупает, мы тут шьем это как-то все печально. И немцы, они, значит, подобрались, и они начали... Мало того, что началось у них сперва, значит, коллекции зима-весна-лето-осень, так они сейчас уже дошли до того зима-один, зима-два-зима-три, весна-один... То есть у них каждый месяц пополнение коллекции вот этой капсульной, дизайн такой, что уже, ну, какие там итальянцы, то есть там и яркие краски, и это касаемо и обуви, и одежды. И еще это самое главное касаемо магазинов. Я после немецких магазинов, я вообще нигде не могу одеваться, потому что туда приходишь, вот у тебя этаж, здесь у тебя там юбки и брюки, здесь у тебя платье, здесь у тебя еще что-то. То есть мало того, что ты идешь и смотришь конкретно, тебе нужны там брюки и к ним рубашки или футболки, у них еще по брендам все это развешано, то есть первые два этажа это именно по видам, а дальше все то же самое, оно же развешано по брендам, если ты предпочитаешь какой-то бренд. Когда я попадаю в магазины, там в ту же галерею Lafayette в Париже или во что-то там в Америке, думаю, мама дорогая, как тут вообще что-то можно выбрать в этом бардаке? Так что, вот, просто супер, вообще, вот так открылись, здорово, спасибо. А теперь еще, вот в саду у себя работаете, у вас есть сад? У меня есть огород, там 9 грядочек, 2 теплички и у меня есть цветник размером с огород. Ну вот в этом году вообще, и в том году, кстати, тоже, в этом году карантин, в том году я не помню, почему я никуда не поехала на Майске, вот, так что в этом году мы просто, вот, мои близкие, моя подруга, мой мужчина, мои дети, мы там, значит, все эти грядки, посадки, пересадки, у нас все красиво, все замечательно. А какие цветы вам нравятся больше? Дело в том, что у нас участок в лесу, поэтому мне может нравиться все, что угодно, но растет у нас только то, что может расти в тени. Это папоротники, хосты, остильба и, в общем-то, и все. Поэтому вот ты вот посадишь и вот так хосту, и вот так, и вот так, и перемежаешь это все папоротниками, и остильба тут розовенькая, чтобы выросла, ну, еще гортензия вот у нас разрастает. Потом покажу, сегодня девочкам фотографировала. Ну, да, хорошо. А вы сами тоже работаете, прям, да, в саду у себя, да? Да, да. У меня никакой прислуги никого нет? Ну, у нас, у меня...